Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, за что я любила прошедший месяц, это был февраль. И начну я, наверное, с главной и достаточно важной для меня покупки, это новая камера. Эта модель называется Sony A5100, и я просто оставлю вам ссылку внизу, если вы хотите что-то там почитать, про неё и узнать. Лично для меня это очень важный шаг к удобству съёмки и вообще к чистоте, потому что моя большая камера никуда не влазит, мне очень тяжело её таскать, и если я, например, хочу снять какие-то 2-3 секунды сегодня вот какой-то красивый закат или ещё что-то, или что-то сказать, мне всегда нужно её таскать с собой, что катастрофически неудобно. Поэтому я давно уже для себя решила, что я хочу купить что-то компактное, и, не знаю, некоторые говорят, что это не компактная камера, мне она прекрасно легла в руку, и вот я её достаю, снимаю, мне удобно. Конечно, в карман зимней куртки она влазит, не знаю, насчёт весны, осени, лета. Вот Ира, как обычно, любит набрать мне, когда я снимаю видео. Да? Привет, да, а ты... Главное, чтобы она не весила полтора килограмма, как моя большая камера, и помещалась в рюкзак, при этом помещались бы другие вещи. Если сравнивать качество съёмки моего Canon 700D с вот этой камерой, то я, конечно, чувствую разницу, и чувствую, что здесь хуже, но на улице, и как бы когда это влог, ничего особенного вроде бы, то меня устраивает эта картинка. С покупкой этой камеры было связано столько всяких нюансов, я перепробовала столько всяких лазеек, как можно это сделать. Я пыталась заказать в Литву, через PayPal оплатить. Через мою карточку нельзя это сделать, потому что я живу в Белоруссии, но почему-то через американскую карточку тоже не получилось это сделать. Потом я пыталась её заказать в Лондон, потому что одна девочка должна была прилететь скоро в Минск, но так как она не знала пару моих данных, и ей позвонили проверить информацию, потому что покупка на достаточно большую сумму, и она не подтвердила её, заказ был отменён, и деньги мои зависли где-то в воздухе. И в итоге я просто забила на все эти махинации и купила в нашей стране. Часто в комментариях меня спрашивали, как я учу одно новое слово в день, в какое-то приложение, или откуда я беру слова. Где-то вот полтора года или два назад, когда я тоже учила одно новое слово в день, я пользовалась приложением, которое так и называется, одно слово в день. Но мне не нравятся там слова, очень часто они для меня бесполезны. Конечно, никогда не знаешь, когда они пригодятся тебе, но всё равно какую-то муть мне забивать этим в голову не надо. Один плюс этого приложения, то что вам всё время приходит оповещение, что сегодня новое слово, оно напоминает вам не забывать учить. Поэтому я часто забивала на те слова и не скажу, что мне прям так нравится приложение. И сейчас я просто учу то, что я встречаю в книгах. То есть, если я встретила какое-то необычное, незнакомое слово в книге, я его сразу выписываю и оставляю на потом. То есть, может, я там читала час, выписала пять слов новых. И потом учу. Также я делала пост в Инстаграме, где попросила написать в комментариях какое-нибудь интересное слово, чтобы я его выучила. И вот всё, что мне там оставляли, то, что я не знала, конечно же, и то, что мне было интересно, я всё это выучила. И это очень крутой способ получить эту базу данных слов. Советую всегда смотреть ударение у слова, ещё употребление, какие-нибудь примеры в интернете найти, самим употреблять. Потому что тупо прочитать, что это значит, или даже повторить несколько раз, этого мало, оно забудется и канет в лето. Книгой февраля для меня стала сила момента сейчас, или на английском это звучит как power of now. В ней рассказывается о том, что нужно сосредоточить свою жизнь, свой, как это, взгляд на момент сейчас, жить настоящим. И это всё как-то более развернуто описывается там. Я бы посоветовала эту книгу тем, кто много думает о прошлом, сидит и размышляет, как у него всё было раньше классно, какие у него были классные друзья, или там, не знаю, поездки раньше. А вот сейчас моя жизнь стала, понимаете, чем? Или наоборот, тем людям, которые всё время живут в будущем, всё время двое-двое, там, через год я сделаю это, вот. И всё время их мозги находятся в состоянии будущего. То есть посыл в книге очень хороший, очень, мне кажется, может помочь в жизни, наслаждаться именно моментом, даже в какой-то, как бы, плохой ситуации. Ты будешь жить и радоваться, а не будешь таким грустным и каким-то раздражительным человеком. Мне понравилась мысль, что нужно сосредоточиться на процессе, а не на результате. Какие-то вещи я уже подмечала в жизни, но не осознавала, почему мне так жить лучше, почему я более довольна жизнью, когда, например, я сосредоточена на моменте сейчас. Даже на моей работе, когда она мне бывает не нравится, но я, как бы, вся в этом моменте, в процессе, то я не чувствую какого-то недовольства. Единственный минус книги, мне кажется, что она немного затянута и всё время вертится вокруг одного и того же. То есть, когда я подчёркивала там какие-то цитаты или просто вот абзацы, которые хотелось перечитать, запомнить или выписать, я подмечала, что они очень сильно повторяются. И, с одной стороны, это хорошо, потому что ты читаешь, и тебе это вдалбливается в голову два раза или три раза. Но читать... Я, например, с первого раза хорошо понимаю информацию, пропускаю через себя, я имею в виду. Поэтому мне показалось, что книга немного затянута. Если вы читали эту книгу, то расскажите мне, повлияла ли она на вас или вы всё это уже знали. Также ответьте мне на вопрос, показалась ли она вам затянутой. И вторая книга, которая часто была со мной, это «Кошкина пижама» Рэй Брэдбери. Это сборник маленьких рассказов этого автора. И, знаете, я, честно, не очень люблю Брэдбери, то есть знаменитая книга «Вино из дванчиков», но меня особо впечатлений не произвела, хотя 451 градус по Фаренгейту мне понравилось. И вот эта книга такой, не знаю, мне кажется, такой баланс. Каждый рассказ имеет какой-то маленький подтекст, который, в принципе, где-то более очевиден, где-то менее, но ты его, ты видишь его. Очень легко читается. Мне нравилось коротать вот эти 5-10 минут в транспорте именно за чтением одного рассказа. Если вы вдруг читали эту книгу, то, может, вам интересно, какие рассказы мне больше всего понравились. Это «Куколка», «Будем самими собой», «Смерть осторожного человека», «Кошкина пижама», «Дело вкуса» и «Собиратель». Я очень редко читаю, как бы, такие короткие истории. Мне больше нравится держать огромную книгу и прочитать всю жизнь героя. Это было немного непривычной и необычной для меня, но я осталась довольна. Как обычно, я поделюсь с вами музыкой февраля, сделаю такой плейлист, он будет в группе, так что проверьте ссылку внизу. Также я сделаю плейлист музыки для чтения. Там будет такая более спокойная или, наоборот, где-то эмоциональная, классическая музыка. И этот месяц я все время читала под музыку, потому что я в основном сижу, читаю в метро очень часто. Приложение, которое называется «Noon Pacific». Оно само по себе очень приятно выглядит, такое минималистичное. Здесь каждую неделю кто-то, наверное, создатель приложения, публикует плейлист из 10 песен. И как написал мне тот человек, музыка очень мне подходит. Не все, но есть классные песни, поэтому я вам рекомендую за новой музыкой. Просто тут уже есть 230 плейлистов, а я послушала пока что там только 10. В этом месяце я посетила первый раз, наконец-то, Coworking в Минске, который называется «Кто такое Джон Голд?». И я знаю, я знаю, откуда это название. Мне там столько раз писали в комментариях под видео. Я в курсе. Если вы не знаете, что из себя представляет Coworking, то посмотрите мой влог. И в двух словах, это пространство, где вы можете прийти с книжкой, ноутбуком, чем угодно, планами какими-то, просто посидеть в рабочей атмосфере, в какой-то более креативной, может, атмосфере. Еще одна вещь, достаточно нестандартная для меня, которая произошла в феврале, это то, что я давала, как открытую такую презентацию, своей компании. Мне надо было выбрать тему из предложенных и сделать на эту тему выступление. Возможно, для кого-то это очень просто, и вы спокойны, когда выступаете перед публикой, но для меня это такой небольшой шаг через свой страх перед публикой. Перед самым выступлением я так жутко нервничала, и первые 2-3 минуты, когда я рассказывала, я тоже чувствовала, что у меня даже голос дрожит, но при этом вот 3 минуты прошло, и я настолько расслабилась, настолько просто рассказывала. Я осталась довольна тем, как я выступила, результатом. Одна из самых важных вещей в таких выступлениях перед аудиторией — это хорошая подготовка, потому что когда ты вооружен в избов какими-то шутками, фактами, не знаю, просто понимаешь, о чем ты рассказываешь, тебе нравится тот материал, о котором ты рассказываешь, то все будет нормально, и может быть, только вначале вы чуть-чуть понервничаете, а дальше все будет окей. Я рассказывала про биографию трех богатейших людей мира, и я выбрала Уоррена Баффета, это очень известный инвестор, второй — это была Мансио Ортега, создатель Zara, и третий — это Марк Цукерберг, создатель Facebook, и теперь я могу рассказать любому человеку про них. Очень радует, что началась весна, и не то, что сильно потеплело, или что-то такое, хотя это тоже приятно. Для меня вот единственная вещь, которую я не люблю в зиме, это то, что очень мало света, и световой день очень короткий. А сейчас я могу выйти с работы, например, в 7 часов, и как раз закат будет. Я очень-очень люблю смотреть на закаты, и пропускать их каждую зиму, потому что я просто в экране в это время смотрю, это было грустно. Немного о бьюти-штучках. Я попробовала тканевую маску, я вам показывала это во влоге, и это было действительно странно для меня, но мне понравилось. Эффект, который был после, хороший, я вчера тоже делала еще раз. Это мне прислал бренд, могу ошибаться в названии, Cetua, и я видела, что они продаются у нас, эти маски. Я хотела купить, но что-то у меня там то ли денег не было, то ли что, а тут мне пишут. Может, вам прислать? Я такая, конечно, с удовольствием. Еще одна вещь, которая меня так интересует. Вот есть такие полоски, которые там от черных точек, ну, вы представляете, да, вы клеите, там 10 минут ходите, потом сдираете. Якобы все должно остаться на этой штуке. Но я пробовала уже, вот, получается, две разные фирмы, и мне кажется, это не работает. Я не знаю, может быть, у меня чистое лицо, но я вижу, что оно вроде не суперчистое, не идеальное, не стопроцентное, поэтому должно что-то на этой штуке оставаться. Не знаю, может, это просто не работает? Меня интересует ваше мнение. И последняя вещь, про которую я хочу рассказать, это сахар. До просмотра фильма, который так и называется, сахар, я уже пробовала отказаться от сладкого, то есть снизить количество употребляемого сахара. Я протянула дней так 6-7, и потом все-таки я начала есть, потому что, например, на работе, у кого-то день рождения, там есть какая-то тортики, сладости, потом еще какой-то праздник дома, мама что-то испечет. То есть я, ну, как бы, у меня не было сильно большой мотивации, чтобы прям отказаться надолго. То есть я вот дала себе какой-то перерыв, а потом снова начала есть. И снова в больших количествах. Но когда я отказывалась, я не думала, что, блин, я хочу идеальную фигуру, поэтому вот, вот буду стараться. Или я хочу, не знаю, идеальное здоровье, вот буду стараться. То есть у меня как бы не было сильно какой-то движущей силы. Но после просмотра фильма сахар, когда я сейчас понимаю, насколько это вообще вредно, так много есть сладкого, и что сам сахар есть не только в шоколадках, а еще практически во всех продуктах, которые я там могу употреблять, у меня появилась та самая цель, ради которой я могу стараться и отказаться от сахара. И эта цель называется здоровье. Если вы хотите понять, почему сахар так вреден для здоровья, то я вам советую посмотреть фильм, который оставлю внизу. Возможно, он даст вам мотивацию, чтобы отказаться от сахара, или хотя бы просто снизить его потребление. Это будет очень здорово. И мне действительно было страшно, когда я смотрела вот про американцев, которые пьют эту газировку литрами. Я ненавижу газированные напитки. Я вообще не пью ни колу, ни фантру. Все это мне вообще даже бесплатно. Даже когда мне там скажут, выпейте денег, да, я не выпью это. Но я понимаю, что некоторые люди любят, а некоторые просто зависимы от этого. Это очень страшно, когда я слушала, что трехлетний ребенок пьет через бутылочку, там, напиток, который называется Mountain Death, типа 7-Up или что там, спрайт, но пьет с трех лет, не знаю, там, по несколько литров в день. Это просто можно с ума сойти от этих фактов. В принципе, интересный фильм и эксперимент, который поставил его создатель. Мне только что снова позвонили. Сколько можно отвлекать меня? Спасибо за просмотр и увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok